Доброе утро, нам говорят. У вас вечер? У нас таки вечер, у нас половина двенадцатого. Да просто вот эту свет, вот эту кнопочку. Вот, доброй ночи, говорят. Ну уж там ночи. Ну, вечерокс, добрый вечерокс. Здравствуйте, здравствуйте, друзья. Я смотрю, у нас уже 30 человек. Не успеваешь вот буквально кнопочку нажать, уже 30 человек. Михаил, здравствуйте. Почему американцы чистят зубы и не полоскают рот? Вот, еще как полоскают? Полощут. Полощут, да. В Майами 2.30. Ну вот в Майами, значит, не повезло, получается. Да, поздно, наша трансляция идет. Вот, так что, нет, что-то оно сзади, оно мне не на лицо. Я как-то не чувствую эффекта. Ладно, друзья, будет у меня пол лица в тени. Только что видео с кемпинга у нас кто-то посмотрел. Молодец. Там потрясающе было на этом кемпинге. Вот, я сейчас звук тут уберу. У меня лэптоп перед глазами, вот тут справа, я специально поставил, чтобы ваши вопросы, если я не успею здесь вот доглядеть, чтобы я их там досмотрел. Так, на кухне, на кухне я тут у каунтера пристроился. А вот тут, вот тут кухня у меня справа, на самой стране. Привет, Михаил, Австралия. О, где только люди не живут. Но вы там не ходите перевернутые? Нет ощущения, что так вот, вверх ногами-то? В Австралии, как там? Редвуды, да, да, Редвуды. Ребят, потрясающе. Мы сами уже сколько лет тут живем, и все равно с Редвудами у нас отношения такие романтические. Москва на связи, из Харькова тут. Вот, да, ну это примерно в одном часовом там поясе, понятно. От Австралии как бы сильно отличается. Какие грибы растут возле вас? Разные растут, но в основном мы, когда собираем, где-то в декабре белые идут, а потом начинаются уже там маслятки, маховички, вот такие. Днепропетровск, Германия, Крым у нас тут. И где вы там в Крыму? Скажите, что Крым, ведь это же такой большой Крым. Да, я там знаю подробненько в Крыму, пешочком и на автобусе. Керчь, ну конечно. Тверь это не Крым, Тверь это просто Тверь. А так нет, Керчь, Тверь, Керчь. Хорошо, да. Из Кемерово, Кузбасс. О как. Екатеринбург, Приморье. Разрешено грибы собирать? Да нет, конечно. Но так есть места, где можно. Есть места. Так особо нет. Надо знать места. Тут есть свои тонкости. Значит, что еще сказать. Да, народ. Мне поставили таймер, жена. И говорит, вот тебе час времени. Вот, говорит, час будешь балаболить, а потом спать. Поэтому я с вами так на час. В Анапу едут из Краснодара. Смотри-ка. Так. Значит, чем порадуете сегодня? Да, Господи, а тем же, чем всегда. У нас же не то, что там тематически. Мы так. Поболтать там, поприветствовать. Что создать программу по обмену опытом между президентами США? Вот между ЦРУ и там, что там с той стороны, уже наверняка есть программа по обмену. Сладкое любите? Люблю сладкое. Но нельзя. Но очень люблю. С детства я сладкоежка, жуки. Вот. Так что, что теперь сделать? Америки. Что-то какие-то политические шутки. Мы политические шутки не любим. Так что я как-то, хотите сказать, не то, что шутки не любим, но как бы на канале у нас это не совсем такое место для политических шуток. А трава будет искусственная или живая на даче? Там знаете, что будет? Там будет, значит так, там будет, чисто внешне будет засыпано камушками. Там под камушками будет разная структура. Больше нагрузку выдерживать там для ходьбы или меньше. Но так, чисто внешне, оно будет засыпано камушками, галькой и такой. А дальше на этой гальке будут стоять катки, как сказать, керамические такие, громадные. Громадные керамические катки, а в них уже будет там какая-то всячина расти. Ну и, соответственно, по периметру, там тоже метр есть, там кустики растут. Вот кустики будут, они там останутся, их надо подпитать, там некоторые не принялись. Там ухода не было. Но вот сейчас ребята сделают, и уже будет уход хороший. Вопросы-ответы, да. Тема беседы, вопросы-ответы. Так, ехал в Киев, скачал ваше видео-трансляцию. Пока смотрел, полдороги проехал. Вот как, смотри. Не скучаю ли я по русской зиме? У нас тут своя, вот точно такая же. Ну, только отъехать надо. Вот, скажем, когда я в Москве жил, то русская зима была сразу всюду. А здесь мы живем в лете, а если хотим в зиму, то либо до 3 часа, 3,5 отъехал, и ты уже в горах. Вот прямо сейчас можно. Люди катаются на горных лыжах, на обычных лыжах. Очень близко. Вот. В конце апреля собирались в Америку с грин-картой. Не рано ли начинать искать работу? Шансы, что вы найдете работу удаленно, еще до того, как приехали, не нулевые, но близкие к нулю. Поэтому я бы на вашем месте не... Ну, то есть вы можете потренироваться, как можете, это дело такое. Но, в принципе, конечно, в основном это произойдет, когда вы уже здесь будете. Я знаю людей, которые находили издалека, но это были люди очень такие senior level, и они, как правило, были не тестеры, а программисты. Вот у него грин-карты есть, и он там, у него несколько предложений, тут же вот он... То есть его готовы подождать, там не вопрос, там и так далее. Минимальная температура какая у вас. Я же, я что, градусник, что ли, это есть, там можно посмотреть на интернете, я не знаю. У нас нет снега, нет, вот тут, где мы живем. Вода не замерзает, ничего такого нет. Ну, то есть минимальная температура выше нуля. Зависит, во сколько вы выйдете на улицу. Если вы выйдете на улицу в 4 утра или в 5, будет, там, может быть, не знаю, там, плюс 4, плюс 5. А если вы выйдете на улицу, вот, как я обычно выхожу, там, где-то ближе к 10, то уже в самое холодное время, ну, может быть, будет там 15, 18, 20, вот так. Вот. И оно как бы круглый год так... То есть летом, конечно, теплее, но и зима не холодная. Зимой дожди бывают. Калифорния в ожидании землетрясения. Это правда? А почему она в ожидании? А чего? Я не знаю, я вот первый раз слышу. Это у вас там, может, они в ожидании, что где-нибудь грохнет тут что-нибудь? Как посоветуете сообщить родственникам об эмиграции в Штаты? У нас в этом смысле опыт очень такой смешной. Мы когда-то... Ну, родители знали. Светина родители уже были тут и сестра. А мы, когда уезжали, родители, конечно, знали. Но у моей мамы есть родной брат, который жил тогда в Витебске, в Беларуси. И у него сын, ну, то есть мой двоюродный брат, он военный человек. Он там закончил Академию Зержинского военно-морского в Питере. И он был капитаном первого ранга. Ну, в общем, короче, не очень благоприятная такая должность для... Знаете, капитана первого ранга, у него там какие-то родственники в Америке. И вот, значит, ну и так мы уехали, мама никому не сказала. А потом уже, когда мама ехала, ну она уже тоже, как бы, думает, ну что там. И брату пока не говорила, а пошла в посольство тогда, в посольстве США, интервью проходили. И разговаривали с женщиной, знаете, так, слово за словом. И так вот, значит, женщина туда-сюда, выясняется, женщина из Витебска тоже на интервью приехала. И, соответственно, Витебс туда-сюда, говорит, а такого знаете? Да, знаем. Оказывается, они на одной лестничной клетке живут, вот эти люди. На одной лестничной клетке с маминым братом родным. И мама говорит, вы даже не говорите так, знаете, это все. Тетя говорит, конечно, конечно. Ну и не успела она до дома дойти, ну там на следующий день. Звонит ей брат и говорит, ты что же это у нас тут, это, значит, скрывайся, что ли, говорит, от родного брата. Давай, говорит, я хоть к вам приеду. Он приехал на «Жигулях» и с прицепом, у него прицеп был, он такой большой автолюбитель. И он приехал с прицепом, и они ему скинули там, это был 92-й, что ли, год. Да, это был конец 92-го года. И плохо было со шмотками там вообще совсем на свете. И они там вот весь прицеп и всю машину уложили, чем можно было уложить из того, что там у них оставалось. А у них еще и от нашего отъезда оставалось. Ну, в общем, такая вот была смешная история. Что, яблочки? Мы когда на дачу едем, мы здесь не готовим ничего. И Света, значит, с собой все берет. У нас там несколько сумок, мы приезжаем. Кем работал ваш дед Генакиева? Он был, это до войны было, он был бухгалтером на шахте. Он вообще бухгалтер. Вот, значит, такая история. У вас есть друзья, коренные американцы. Ну, близких таких друзей, что мы с ними каждый день там встречаемся, таких близких нет. А так, конечно, очень много хороших знакомых. Почем кемп в Секвоевом лесу? Копейки, не о чем говорить. Это чисто номинальное, там даже не думайте на эту тему. Вы больше бензина, больше на бензин потратите, вот на таком recreation vehicle, как вот у наших друзей, чтобы туда доехать. В лесу как раз ничего не стоит. И в лесу легко снять. То есть, не то, чтобы там вот очередь какая-то была и так далее. А вот когда мы с ними же на берегу океана встречались, вот там очень сложно было забронировать. Они забронировали на лето. Не мусорят, спрашивают. На кемпе нет, там же со всех сторон эти мусорники. Плюс там же деньги берут, там убирают, там работает какое-то количество сотрудников, там все время машины проезжают и так далее. То есть, там, нет, там очень прилично, что. Это же лес такой, можно сказать, заповедный. Там очень-очень все чистенько, прибрано. Говорю мужу, буду тестером. Он, чего, кремов? Ну, муж с имарком у вас. Цените, цените. А то, знаешь, бывают такие мужики, что там гадость какую-нибудь скажет, а он ведь как с имарком. Как с медведями. Вы знаете, вот тут конкретно, на побережье, с медведями как-то их там и не видать. Медведей очень много в горах, с той стороны, вот не то, что возле океана, а туда, в сторону материка. Вот там, где озеро Таха и там, где на лыжах люди ходят. Вот там очень много медведей. Там люди, когда спать идут, вот, они подвешивают на дерево еду, чтобы медведей не сожрали. А медведи на дерево залезают и там задирают. Знаете, так интересно бывает. Вот, так что, стыдно ли здесь мусорить? Ну, вот, кому стыдно, это правда. Но, в принципе, убирают. Есть ли смысл менять фамилию на созвучную американцам при переезде? Это сам по себе отдельный вопрос, потому что есть люди, которые хотят звучать по-американски. Есть люди, которые не хотят менять свое имя, потому что это имя что-то значит. В некоторых культурах имя очень важную роль играет. И в иудаизме, например, исключительно важную роль играет имя. И в христианских некоторых конфессиях исключительно важно. Но, например, вот китайцы, они с удовольствием меняют на местные имена. А вот, допустим, индусы нет. У индусов тоже имя какое-то сакральное смысл имеет. Можно поменять только при получении паспорта Америки. Нет, это не так. Поменять можно в любой момент. Но при получении паспорта, при получении не паспорта, а гражданства. При получении гражданства это как бы облегченная процедура. Ты просто поменял. А если ты хочешь поменять в любой момент, ты должен пойти в суд и там заявочку подать, и судья решение примет, и тоже можно поменять. То есть это не обязательно делать в тот момент, когда получаешь гражданство. Ну, просто удобно. И у меня была бы, у меня была такая ситуация, я хотел стать Майклом, когда мы паспорт получали. И я говорю, поменяйте меня на Майкл. И они мне присылают там новые документы. А там написано не Майкл, а Микмейл. Ну, как-то те странные люди. И я хотел додавить, а Светлана говорит, да ну и всех натик. В общем, вернем обратно на Микхейл. Как они тут. Мишка это медведь, не Михаил. А со мной не страшно, с медведем настоящим. Не знаю, они дикие. Они же цивилизованные. Но я в лучшем случае козу какую-нибудь сделаю. Или там вот, знаете, на Инстаграм сфотографируюсь. Что-то тут про железную дорогу был вопрос, я не углядел. Из Казахстана к нам. Скажите, для наших врачей есть работа в Америке? Для ваших нету. Есть просто работа для врачей, большая. Работа, очень много работы есть для врачей. Для ваших нету. Но они могут немножко подучиться здесь. Экзамены сдать, пройти интернатуру, ординатуру. Не знаю, как это все там называется. И стать американскими врачами. Для американских врачей работы непочатый край. Вот, для ваших точно нету. Это лицензируемая работа. Вы не можете прийти, сказать, я вот в Казахстане была там. Говорит, сори. Как железная дорога и дела обстоят? Много ли поездов ходит? Я вас умоляю, какие сейчас поезда? Только вот, нет, ну есть поезда, но это на дотации. Они не окупаются. Поэтому даже не знаю. Есть железные дороги, но это так чисто экзотическое скорее. Они бы их давно уже свернули. Но как-то то ли из стратегических соображений, то ли еще чего. Ну, вот как-то так сохраняют. Хотя это, в общем-то, совершенно убыточное и бессмысленное такое занятие. Вот. Когда-то вся страна была покрыта сетью железных дорог. И трамвайной, и электрички, и дальнего следования. Но сейчас это все как-то ушло. Ну, если говорю по-английски, с ошибками. А то, что тут без ошибок-то никто не говорит. Что вы такое говорите? Вы посмотрите, как вот вы там живете, вот люди в России живут, я комментарии читаю. Да там 9 из 10 не могут двух слов нормально написать. Не могут запятую поставить после слова. Они сначала слово напишут, потом пробел сделают, и только потом запятую. На родном языке. А вы говорите. Да. Значит, это супер-юморезка будет. А что юморезка-то? Вот. Так что расскажите про читающих людей в Америке. Я даже не знаю. Вот, допустим, Силу в метро и читает. Я не знаю, что значит про читающих людей. Ну, хочешь читай, не хочешь не читай. В Лос-Анджелес вам добраться или самолетом, или автомобиль только. В Лос-Анджелес самолет раз за час долетает. На автобусе часов 10. Тут такие есть долгоиграющие автобусы. Можно на машине, конечно. И поезд ходит. В Лос-Анджелес даже поезд ходит. Я не знаю, кому в голову придет на поезде туда ехать. Можно? Можно на поезде. Смущается ли Светлана, когда я шучу? Да нет, все 40 лет вместе, вы что, ее моим юмором уже не взять. Насколько популярно чтение? Ну, есть, ну что вы, ну, конечно, люди читают обязательно. Чем образованнее человек, чем интеллигентнее, культурнее, тем больше он читает. Конечно, ну что вы такое говорите. А если, допустим, а есть люди, которые, наверное, не читают, смотрят телевизор, там футбол, кушают пиццу, работают за 8 долларов в час, там что-нибудь такое, ожирение у них. И все болячки там уже в 20 лет. Такие тоже есть. Я даже не знаю. Я бы так сказал, что читают ли люди в Америке, я бы сказал, какое наше с вами дело, вот честно, мне, например, чихать, читают они или не читают. Мне про себя интересно, про своих детей интересно, про внуков мне интересно. Если я хочу, чтобы мои дети читали, значит, я сделаю так, чтобы они ходили в хорошую школу, там, где высокие академические результаты, чтобы они ходили в хороший университет. И, соответственно, они будут интеллигентными, образованными, будут читать. Интеллигенция ведь это самовоспроизводящаяся группа. Понимаете, если родители занимаются интеллигентным трудом, имеют высшее образование, то, как правило, их дети уже тоже имеют высшее образование и занимаются интеллигентным трудом. Поэтому, если вы уже там, то и ваши дети будут там. Соответственно, беспокоиться не о чем. А какие-то люди, которые не читают, всегда есть. Тестировщику где лучше жить, во Флориде или в Калифорнии? Так это же какой тестировщик и чего ему в жизни надо? Флорида очень неоднородна с точки зрения тестирования. Вот я бы сказал, что южная часть, Майами, Форт-Лаудер-Дейл, очень хорошо. Мой сын прошел обучение онлайн, теперь работает тестером, не понял где только. Вот, ну я очень рад, что ваш сын прошел обучение онлайн и работает. Потому что из онлайн класса гораздо меньше народу работают, чем из живого нашего, на кемпусе. На кемпусе мы их тут всех более-менее там, значит, распихиваем, ну не знаю, 80-85%, 90%. А когда в онлайне контроля же нет никакого, планируете ли когда-нибудь посетить Россию? Планов таких нет, то есть я не знаю, нужно ли будет Red Bull. А, Red Bull это компания в Лос-Анджелесе, хорошо. Планов нет, но иногда бывает надо куда-то съездить. Тут еще понимаете, что получается, мне тяжело ездить в Россию, у меня паспорт американский. И визы, соответственно, нет. Поэтому, это мне, чтобы ехать в Россию, мне надо визу получать. Вот скажем, в Киев я могу так поехать, а в Москву мне нужно визу получать. Это просто очень неудобно и планировать неудобно. И, собственно, другой, у меня там и делать нечего, это отдельная история. У нас родственники уже все здесь. Друзей там. Ну, вот, школьные друзья есть немножко. Приезжайте в Киев. Так вот, мы же были, пару лет назад были в Киеве. У нас тогда было 10 тысяч подписчиков. Вот на тот момент у нас было 10 тысяч подписчиков. У меня было так прикольно. Меня на Крещатике узнавали люди и говорили, Михаил, приветствую вас в Киеве. Там руку жали. Это было так невероятно. И мы в кинотеатре Ленинград, там ребята устроили, значит, сняли зал. И вот, значит, человек 130-140 собралось, и я там какую-то речь толкал. С Эстонией много хороших отзывов о вас. Тем, кому вы помогли. Умные вы и хорошие. А вы послушайте тех, кому не помогли. Может быть, они там еще что-нибудь скажут. Вот. Хотя, я как бы, понимаете, я измеряю успешность того, что мы делаем, скажем, этичность того, что мы делаем, и, ну, как бы, порядочность того, что мы делаем, тем, что если человек хочет идти вперед, то мы никогда его не бросаем. То есть мы говорим, ты можешь прослушивать курс сколько хочешь раз, ты можешь там, я не знаю, что. Если он рвется в бой, и он не бросает, мы с ним, пока не достигнется результат. Но есть люди, которые никогда в жизни не пошли искать работу, понимаете? Или, как вам сказать, вот в онлайновом классе, вот у меня, я вот рассказываю периодически, у меня там 120 человек было в группе, и только 60 попросили резюме. И я не знаю, вот остальные 60, то они чего? Ну, они там, многие переписались в следующую группу, они повторяют с другой группой. Я надеюсь, что они когда-нибудь там доберутся, но, понимаете, ну, я-то что могу сделать? Я очень переживаю. У меня такое ощущение, что меня украли мой успех, понимаете? Они должны были, это самое, работать, и я бы вот, да, ходил бы довольный. А так они неизвестны где, я думаю, что ж такое? Ваши видео заряжают оптимизмом. Ну, наверное, вам для зарядки оптимизмом нужно было что-то вот такое посмотреть, как там у нас. Вот, так что я рад, что мы нашлись в качестве такой зарядки. На даче от кротов. Не понял, я сейчас перечитаю тут на другом экране, на лэптопе это сообщение. Я его не успел прочесть про сусликов, что это. Сетка на даче от кротов или сусликов. Это не кроты, это называется гофер у нас. Наверное, суслик, да. Суслик. Маленький такой, небольшой. И такой мордный, и снизу вот так вот они сверли. Ужас прям, засилье. У меня, говорит, оптимизм идет изнутри. Ну, конечно, откуда же мы идти? Бывают ли случайные люди в вашей школе? А сколько хочешь. И уж мы отбираем, как и запугиваем, и отсеиваем по-страшному там. И все равно бывают, да. Случайный, это который немотивированный. Или ожидающий чудес. Вот он, как бы, вот его должны куда-то отвезти. Как-то за него должны что-то сделать, понимаете. Вот такой социализм в худших его проявлениях. Бывает, да. И никогда не знаешь заранее, знаете как. Да. Не знаю. Я переживаю всегда, потому что, ну, все равно, хочется же результат. Он же время потратил, он же деньги потратил. И сидит с лицом убитым в классе. Такой сидит. Ну, что за радость. Да. Запущен ли клиент перескопа на симуляторе андроида? Я понятнее имею. Ну, то есть, есть вот у меня на симуляторе андроида. Ну, да. Вот у меня же на лэптопе стоит под Windows симулятор, значит, андроида. И так оно там работает. Но не полноценно работает. Я только вижу, но участвовать не могу. Если это то, о чем вопрос был. Кто больше настойчив, девушки или парни? У нас в основном девушки учатся. И они в целом очень боевые. И я скажу так. Женщины, мое наблюдение, гораздо лучше переносят рутину. Стресс вот этот вот, от рутины. Для мужчины рутина сложная штука. Мужчина, он может там схватить там мешок картошки и забросить в кузов грузовика. Понимаете? А вот, допустим, просто ведро картошки вот в течение там, скажем, рабочего дня пересыпать слева направо или там с поля в кузов. Это он уже, это ему не посильно. Поэтому в нашем деле девочки очень хорошо справляются. Но у нас их и больше намного. Как отмечать 100-тысячного подписчика? Я не знаю, как его отмечать. У меня даже мысли такой нет, я не думаю. А надо отмечать как-то? Ну, это же так все, знаете. Каждый день можно что-то отмечать. Что-то можно отмечать. Говорят, что мужчинам нужен быстрый результат. Тут дело еще в том, что девочки, которые к нам приходят, Ну, есть там холостые, а вот если они замужние, то обычно что получается? Пока там мужчина прорывается, то женщина поддерживает материально там, ну, на какой-то работе там за 10 долларов в час. Ну, просто чтобы он мог там куда-то двигаться. Когда он уже пристроен, то у женщины появляется возможность заняться собой. Вот, так что, и у нас же тоже не с улицы народ в том смысле, что, конечно, бывают и безобразования там, и все такое. Но в основном это люди, которые закончили университет, или почти закончили. Популярна ли машина Volkswagen? Да, очень много Volkswagen. Да, ну, конкурсом отпраздновать 100-тысячного подписчика. Предложите какой конкурс, мы и дожидаться не будем сделаем. Вот, значит, что там конкурс? У нас, я бы давно конкурс какой-нибудь делал, я просто не знаю, чем привлечь. Вот, мы последний раз делали, там вообще почти никто не участвовал. Чего курс обучения? Тут что-то курс обучения, а я не понял, о чем вопрос. Грин-карту разыграете? Да, у меня есть там сколько-то. Могут не впустить в страну с такой, знаете, отпечатки пальцев, там придираются, бюрократические придирки. Да, вы так, можете сказать, конечно, мне Миша портновал, чего вы пристали, но они могут не понять. Но сегодня в школе имеется возрастной ученик. Возрастной ученик обычно появляется, когда его присылают из органов, которые занимаются людьми, потерявшими работу. После 50, я понял. У нас после 50 достаточно много народу, у нас и после 60 есть. Но получается какая история. Вот человек, допустим, он работал, работал, раз его сократили, а ему, допустим, там 62 или 63. Ну, конечно, он работал там, не то, что он трак водил, а, допустим, инженером каким-то был таким, более-менее тяготеющим к нам. И получается такая история, что есть деньги, отказать ему не могут. То есть он, когда идет в эту организацию, которая помогает уволенным, он говорит, вот я eligible, то есть мне положено. Ну, и ему дают денег там, ну, сколько-то, платят за него нам. Выделяют ему какую-то сумму, он может в разные школы ходить, там есть варианты, но, допустим, он решил к нам ходить. И в зависимости от конкретной каунти, графства, вот их несколько на территории, некоторые платят там до 3 тысяч, некоторые платят до 6 тысяч. Вот Санта-Клара каунти, такая самая компьютерная, можно сказать, она до 6 тысяч платит за переподготовку. И человек приходит, за ним деньги есть, вот, и, соответственно, он у нас учится. И нас еще контролирует государство, понимаете, они же не просто нам, они говорят, вот вам 6 тысяч, делайте с ними, что хотите. Нет, они потом говорят, а он работает. И если вы не будете поддерживать определенный процент, они вам перестанут присылать. Вот, поэтому у нас вот эти, которые от говермента идут, ну, если не 100%, то почти 100%. Почти 100%. Очень-очень высокий, ну, редко, редчайший случай, чтобы кто-то из них потом не работал. Вот, так что, как человек в возрасте вливается в коллектив молодых ребят, получается найти общий язык. Я думаю, что обычно пожилого человека берут не туда, где молодые ребята, а туда, где ребята постарше. Я видел такие команды, где там менеджеру 25-26, понимаете, а остальные вообще там детвора какая-то бегают. Поэтому они просто не воспринимают такого человека. А есть, как раз, команды, где хотят постарше, сидел там, не рыпался, не бегал никуда, вот там, и уже работал спокойно, и все. Но чтобы он был инженерный, бэкграунд имел, там, какие-то, может быть, знания, там, опыт интересный и так далее, это... То есть есть спрос на таких людей. Туда, где уже бабушки и дедушки. Ну, можно так сказать, да. Значит, мне так нравится ваш голос. Так, я бы вас слушала и слушала. Ну, вот растрогала, понимаете, растрогала и все. Да, ну слушайте, в конце концов, запись же есть, можно же по кругу крутить. Если молодой, как попасть к вам от гавермента? Значит, надо приехать, найти работу, а потом ее потерять. А поработать нужно там годик и больше. Вот, и тогда, значит, вот к нам сразу и попадете. Но гавермент, когда вам денежки дает, он, этот самый гавермент, он смотрит, чтобы вам это было впрок. Если вы говорите, я образования не имею, там, мозгов у меня нет, всю жизнь я там не мог молотком по гвоздю попасть, а вот теперь я хочу софт протестировать. Вот они скажут, знаешь что, может быть тебе идти на что-то еще поучиться. Вот, допустим, как попасть молотком по гвоздю. Насколько востребована профессия SMM-менеджера? Откуда же я знаю? Да, в общем, такая вот история. Как относится к татуировке в бизнес-сообществе? Да без разницы всем, хоть как ходить. Не, ну если вы, подождите, если вы предприниматель, допустим, приличный такой, гражданский, вы не должны ходить с татуировкой, это как-то не принято. Но если вы предприниматель, допустим, вы на пляже раздаете там лодки в аренду, да, а почему не отходи как хочешь? Или, допустим, там магазин какой-нибудь для качков, там они там кидают, там гири катают, и ты стоишь такой весь татуированный. Черт. Как обстоят дела с работой в отрасли сотовой связи, инженерия и прочее? Я даже не понял, что вы сказали. Я не знаю, вы сами поняли, что сказали? Работа в области сотовой связи, инженерия. Я инженер, связист, я не понимаю, что вы сказали. Какая инженерия? Что, разработка, обслуживание? Что за инженерия такая? Собирают все. Так, работа в сотовой связи. Что это? Кем работать? Сотовой связью? Телефоном? В сотовом операторе? Кем работать в сотовом операторе? Кем? Я не понимаю, честно. Может быть, вам кажется, что вы что-то ясное сказали, но это то место, в котором возникает пробка, и тебя на работу не берут. Если ты сам не знаешь, что ты хочешь, так кто же тебя поймет? Поэтому инженер по строительству базовых станций, а уже по строительству, я понял, не по проектированию, а стало быть, по строительству. А я даже не знаю, может быть, там какая-то лицензия требуется, или еще что-то. Я вообще не понимаю, что такой инженер по строительству. Это строитель, это... А чего он там? Какой-то прораб высокого уровня? По проектированию... Нет, по проектированию это очень понятная работа. А по строительству я... Честно, я от строительства далек, в общем-то, но я чувствую, что у вас на самом деле ясности в голове нет. Вы так спрашиваете от балды. То есть, если бы вас какая-то конкретная работа интересовала, вы бы конкретно сформулировали. А вот это... У вас нет такой работы. Пока вы не знаете, что вы хотите делать, ничего нет. Ноль. Вот ноль.